Это у нас Егор Яковлев, это Егор Яковлев, великолепный матч, великолепная связка защитников, Егор Яковлев и Антон Белов, Антон Белов получил свое, попав в список всех звезд, наши выстояли и одержали вот такую важную победу, и все нормально с Егором. Александр Овечкин, Денис Зарипов стали трех кран. Это Виктор Васильевич Тихонов, под руководством которого сборная многократная Советского Союза выиграла золотые медали чемпионатов мира. Рене Позель, президент Международной Федерации Хоккея. Судьи награждены. В году Константина Ленин судил финал, но здесь играла Россия, поэтому, конечно, Ленин не мог судить. Рене Позель, президент Финской Федерации Хоккея, но пока мы видим четверку арбитров Рене Позель. Вы ценный хоккеист Пека Ринне, вы узнаете. Ну а что, Андрей, давайте будем благосклонны, тем более по отношению к такому блистательному профессионалу. Ну что вы, что вы. Сергей Бобровский незаслуженно обделен призами. Я согласен, я согласен. Можно было бы, учитывая то, что Пека Ринне получил местный президент Международной Федерации. Вот он, Кайли Кумалак. Он, кстати, улыбается. Сейчас такой вид у него. Ну уж точно не сейчас. Ну понятно. Сейчас от него улыбки не будем ждать. Финны завоевывают в седьмой раз серебряные медали чемпионатов мира. В предыдущий раз это было в Москве на чемпионате мира 2007 года. Они уступили канадцам. В активе финнов два золота. Теперь семь серебряных медалей и три бронзовых. И добавлю, что финны выиграли чаще, как никогда, как никакая другая сборная. И этапы Евротура отдельно, если мы говорим об этом чемпионате. Ну и это седьмая медаль для капитана команды Оли Ёкинина, которого мне, Андрей, не позволили сравнить с великим Селянни. Но это сами финны говорят об этом. Они его тоже очень ценят. У него теперь три бронзовые и четыре серебряные. Потому что золото у нас. У нас, в нашей сборной, 12 дебютантов. Половина команды впервые участвовала в чемпионате мира. Примерно то же самое. В общем, много аналогий со Стокгольмом Хельсинки 2012. И тогда и сейчас 10 побед. И тогда и сейчас половина команды дебютантом. И тогда и сейчас это был дебютный турнир для главного тренера. Тогда для Зиндула Белелединова. Теперь получают официальные лица. Теперь награды. Это капитан команды Оли Ёкинин. Тот самый Оли Ёкинин из Винни-Пега. Ну и большая справедливость в том, что вот Тихонов и Плотников, да, вошли в тройку лучших нападающих турниров. Потому что призы в нашей команде получили, как мы уже сказали, другие нападающие. Хельсинкин и Малкин, которые тоже более чем достойны. Но вот так вот, что так все распределилось, это, конечно, очень здорово. И ни один болельщик не ушел с трибун Минск-Арены. Ни один буквально. Яри Курри. Легендарный Яри Курри, который является генеральным менеджером сборной Финляндии. Слушайте, слушайте Минск-Арену. Смотрите, наш капитан Овечкин. Вручать член Совета Международной Федерации Хоккея, президент Федерации Хоккея России Владислав Третьяк. Вот мы 37 раз подряд побеждали финнов. Отвластильная команда. Фины были не теми, сейчас фины совсем другие. Но и сейчас мы не выигрываем. Третьяк, поцелуй каждому, начиная с Бобровского. Может быть мы назовем еще раз всех наших чемпионов? Давайте, Андрей, давайте, конечно. Канини в первом матче развел недостоин. И Виктор Тихонов. Плестательный чемпионат для Виктора. Итак, у нас вратари это Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Антон Худобин. Защитники Андрей Зубарев, Денис Денисов, Александр Кутузов, Дмитрий Орлов. Он, правда, здесь мало.